Почему звездный Манчестер Юнайтед провалился на старте Апл английский футбол спорт Полночь 5, 5 сентября 2019 года болотный футбол Почему звездный Манчестер Юнайтед провалился на старте Апл Фото Самый титулованный клуб Англии Манчестер Юнайтед после крайне неубедительного старта первенства страны застрял в середине турнирной таблицы Команда за 4 туры успела отстать от лидирующего Ливерпуля на целых 7 очков А в графе победы у Красных Дьяволов стоит унылая единица Подробнее о проблемах английского гранда и причинах теперешнего положения команды в материале ленты.ру Начали за здравие В первом же туре Красных Дьяволов ждало серьезное испытание в лице Челси Из которого манкунянцы с честью вышли, превзойдя самые смелые ожидания своих болельщиков Команде у Лигунара Сульшера удалось не просто победить, а унизить принципиального соперника Наградив того четырьмя безответными мячами В воротах блистал Давид Дейхио, атаки виртуозными пасами разгонял Поль Пагба Маркус Рашфорд и Антони Марсиаль были чудо как хороши в завершении А гигант Гарри Магуайр цементировал оборону Однако уже тогда специалисты отметили, что построение игры Мю далеко от совершенства И 4-2-0 с Челси скорее стечение обстоятельств, чем закономерный итог встречи В первом тайме Синия имели отличные возможности открыть счет, но фортуна была не на их стороне Подтверждение словам скептиков начали появляться уже в следующем туре Манкунянцы не смогли обыграть Волверхэмптон В этом матче судьба вернула должок Юнайтед Красные Дьявола вели в счете Потом пропустили сумасшедший гол ударом в девятку из-за штрафной Но затем имели отличный шанс завоевать 3 очка Поль Пагба на 68-й минуте заработал пенальти и отправился сам его бить Нельзя назвать удар француза с точки плохим Но страж ворот Ру и Патрисию в сложнейшей ситуации спас свою команду Если не брать во внимание эту неудачу Игра Мю в атаке, особенно во втором тайме, выглядела невыразительно Моменты давались команде с огромным трудом Поэтому итоговый 1 к 1 на табло вполне закономерный исход У Манчестер Юнайтед был отличный шанс реабилитироваться перед своими поклонниками в домашней игре с Кристал Пелас Но суливший легкие 3 очка матча обернулся для манкунянцев катастрофой Фавориты атаковали вяло, лидер Мю Пагба растворился на поле А лондонцы при этом время от времени сооружали неплохие контрвыпады На 32-й минуте у гостей прошла атака прямо через хваленный центр обороны красных дьяволов Джордан Айв вывалился 1 на 1 с Дехиа и с завидным спокойствием уложил мяч в угол У Илфрид Заха, слева, и поле Пагба фото Перед выездной игрой с Саут Гемптоном прогнозы болельщиков Мю и специалистов были пессимистичными И, что самое грустное, в итоге полностью оправдались Манкунянцев хватило лишь на первые полчаса игры Было создано пару голевых моментов Очередной гол красавец на свой счет записал Даниэль Джеймс Но потом активность гостей пошла на спот На 58-й минуте Яни Квестерга ударом головой сравнял счет После чего игра у Мю окончательно расклеилась Красным дьяволом не помогло даже удаление в составе соперника Саут Гемптон спокойно отстоял устраивавшую его ничью В следующем туре Манчестер Юнайтед ждет домашняя встреча с набравшим ход Лестером Что-то подсказывает, что в этой игре у манкунянцев могут возникнуть серьезные проблемы Один в поле Одна из главных причин неудачного старта Мю в Аппл Состояние лидера команды Поля Погба В прошлом сезоне француз установил личный рекорд результативности 13 забитых мяча и 9 голевых передач Но продолжение вечеринки в нынешнем чемпионате не последовало После двух результативных пассов в игре с Челси француз сник В его пассиве лишь не забитый пенальти Блеклая игра с обилием неточных передач и травмы Ахилла О серьезности которой пока ничего не сообщается Поль Погбафота, Джон Сибли, Мройтез Далеко не идеально выглядит и оборона Мю во главе с Гарри Магуайром Поначалу болельщики восхищались физической мощью англичанина Но сейчас его все чаще критикуют за низкую скорость Далек от лучшей формы и Давид Дейхио Испанец, способный выручать партнеров в безнадежных ситуациях В этом сезоне играет как весьма средний вратарь Главная проблема красных дьяволов чудовищная реализация После незабитого Погба-пенальти в ворота Волверхэмптона Последовал такой же трюк в исполнении Маркуса Рашфорда В игре с Кристалл Пелас Последний, кроме промаха с точки С завидной регулярностью хоронят и другие голевые шансы Надежду на светлое будущее Мю сейчас дарит два футболиста Причем оба присоединились к команде перед стартами нынешнего сезона На правой бровке обороны здорово выглядит Арон Ван Бисака Англичанин очень хорош в отборе, имеет отличную скорость и умело подключается к атакам При этом походы вперед защитника далеко навсегда завершаются банальными кроссами в штрафную Ван Бисака может легко расправиться с соперником один в один или отдать хитрую передачу низам Ули Гуннар Сульшерфота Ханна Маккай Больше всего вопросов к трансферной политике клуба Который прямое отношение должен иметь главный тренер Сульшер легко отпустил из команды форварда Фрамилу Лукаку и Алексиса Санчеса Но на замену купил лишь Даниэля Джеймса Которого сложно назвать чистым нападающим В составе Мю сейчас нет фактурного форварда Полезного при навесах с флангов Понимая это, даже 37-летний ветеран Златан Ибрагимович Недавно предложил Мю свои услуги Сульшер сам отрезал себе нос Продав Лукаку и Санчеса Теперь он лишен вариантов в атаке С таким подбором игроков, как у него Рассчитывать на чемпионство невозможно Пишет The Daily Mail Есть вопросы к Сульшеру и по части дисциплины Совсем недавно опорный хавбекман кунянцев Неманья Матич повторил подвиг Дениса Глушакова и Андрея Ещенко Лайкнув в инстаграм Пост скритика главного тренера Наставник Спартака Массим Аркарера после той выходки сразу отстранил игроков от работы с основным составом Сульшер же в этой ситуации решил промолчать Еще одно свидетельство не самой здоровой атмосферы в коллективе Утечка разговора из раздевалки после матча с Саутгемптоном The Sun Стало известно, что Сульшер, не называя фамилий, заявил, что некоторые игроки Красных Дьяволов не выкладываются в полную силу А также слишком много думают о личных амбициях, что идет в ущерб результату команды Несмотря на критику, многие специалисты сходятся во мнении, что Манчестер Юнайтед находится в стадии глобальной перестройки Сульшер создает команду практически с нуля В связи с этим норвежцу необходимо дать время хотя бы до зимы Бывшие футболисты, среди которых легенда Мюгари Невилл, призывают поддержать тренера и верят в итоговый успех Алексей Гусев